Вы про что-то говорили, вы мне напомните сами. Потому что я, конечно же, ничего не помню. А еще я поняла, что у меня все-таки болит голова. Прям реально болит голова, возможно. Хотя, не знаю, из-за погоды лет, может быть, или еще почему-то, в общем. Я бы сейчас очень сильно хотела съесть нурофен. Но у меня его нету в других сумках. У нас осталось с вами 20 минут. Вот, и я пойду забирать сына, и мы поедем в больницу выписываться в сад. Сын в сад, вот, как раз. В сад, как раз, да, он ходит в сад. Он три дня в неделю ходит в сад. Вот. Сейчас, может быть, в осень как-то сдвинем, на четыре дня сделаем. Раскидаем тренировки. Крис, посоветую. Что посоветую? Или что вам посоветовать? В общем, выписать надо его, да. Нулевым талонным. Кошмар, что с волосами? Просто угол. Выписать его, вот. И потом, наконец-то, мы приедем домой. Надо будет сварить супчик свежий. Хоть у меня суп был сваренный. Мне кажется, у меня хоть суп еще был сваренный. Но я не помню, какой. И вечером... И вечером поеду... Вечером поеду на чистку. Я ее даже столько переносила. И, может быть, у меня лицо из-за этого уже зеленое просто. Потому что я его давно не ходила на чистку. Как будто ухо так торчит. Это не ухо торчит. Это волосы так. Так, что тут? Что-то про сумки было. Привет, дорогая. Где нашла ремонт сумок? Привет, дорогая. Ну где? В Самаре. В Самаре. Причем я знала это место. Я отдала, кстати, в чистку свои кроссовки. Луи Виттон. Не знаю, как правильно называются они. Модели-то с большой пяткой. Вот. К сожалению, она мне не подходит. Мне канва вот эта немножко давит. Поэтому я их сейчас отдала в химчистку. Там сейчас полностью их подготовят к продаже. Антибактериальные там вот это вот что-то там они сделают. Почистят все. И я выставлю их на продажу. Вот. Крис, посоветуй, в чем пойти с ребенком на 1 сентября. Слушай, ну от погоды зависит. Ну, господи. Одевайтесь, как вам комфортно. Вообще посрать там на всех. Как вам комфорт и все. Маша уехала. Да. Так, ну вроде я на все ответила. Светок заходит. Обувь у Луи вообще ужасно неудобно. Деньги на ветер. Нет, не согласна. Не все так. Не все. Просто я себе неправильный размер подобрала. Я вообще ношу 38-й. А эти кроссовки я взяла 37-й. Вот и все. Потому что у меня, у кого у девчонок такие кроссовки, всем все хорошо. Просто у них они размер в размер. А у меня нет. Поэтому буду продавать. Все заходят, выходят, походят, заходят, выходят. А как вам ловит? Нормально? Картинка нормально показывает? Просто я вижу только, что люди присоединяются, но никто ничего не пишет. За сколько? Не знаю, за сколько еще. Норм, хорошо. Сильно дешево я тоже их отдавать не буду, потому что я их одевала сама 2 или 3 раза. Вот. Эта модель актуальная по сей день. Они продаются. Это классическая расцветка белая с кодвой. Я их покупала за 90. За 90 с чем-то. Как в мире я покупала. Просто тогда мне казалось, что все нормально. Просто когда покупаете, нужно походить в обуви. А я не ходила, я просто одела и стояла. А нужно ходить в обуви, смотреть, как нога чувствует себя при ходьбе. Вот так вот, когда вы наступаете. Вот. Какой уход фирмы? Да разные фирмы. И ничего дорогого у меня нет. Только об этом и говорю. Все эфиры. Простите, я хочу спать опять. Все. Осень. Я всегда спать хочу. Что я в осень, не осень. Я всегда хочу спать. Отель мне очень сильно понравился. Я все никак не могу написать этот чертов пост. С красивыми фотографиями оттуда. У меня еще столько. Я наснимала, ничего не выложила про отель. Мы приехали и все. Я забросила. Думаю, ну и все. Приехала уже и приехала. Я ничего не выкладывала. У меня там, блин, столько всего наснято. Красивого оттуда. Вот. А кошелек какой? И почему хочешь продать? Покажи его сейчас. Хорошо, что я объяснила назад. Кошелек. Дольче Кабана. Сицилия. Почему я его не продаю? Потому что... Потому что у меня есть сумка с Сицилией. Я их вместе как бы покупала. Сначала кошелек, правда, потом сумку. Или наоборот. Нет, наверное, наоборот. Он... У него кожа очень хорошая. Ой, кожа моя... Моя кожа не такая хорошая, как у Дольче Кабана. Вот. Там, наверное, ничего нет. Ну, вон карманск. Денег там, конечно же, нет. Давай, что я закрылась. По чему ты... Я не знаю ничего, девчонки. Надо же смотреть. Смотреть, вспоминать, по чему я покупала. По чему продать. Я же не могу сказать. Я не знаю. Красивый. Мне нравится он. Просто надо его домой занести. Я когда сделаю гардеробную, возможно, и нет смысла продавать. Тогда просто будет очень красиво, когда ты, допустим, куда-то идешь. И у тебя и сумка, ну, такая, и кошелечек такой, как бы. Ну, поняли, да? О чем я говорю? Пойду пока не буду говорить, о чем продаю. Потому что я не знаю. Когда начинается ремонт у вас? Когда мы полностью освободим комнату первую, где будем делать спальню. А это все зависит от того, когда брат доделает у себя ремонт. Потому что я ему практически всю комнату отдам. Оттуда все, что старая мебель. Так, тут вроде только люди, 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 люди. Так, а что тут? У кого есть деньги, купят новые. А у кого нет, купят копию. Нет, я с вами не согласна. Не согласна. Потому что я, например, у Саши, у подружки, купила некоторые вещи. Брендовые. У меня как бы есть деньги. Но, например, зачем мне переплачивать, когда я знаю, что эти вещи там один раз вышли два. Тогда можно сэкономить. Вы зря так рассуждаете. Это неправильно. Люди, которые могут сэкономить, они лучше сэкономят. Даже богатые люди. Поэтому это не, ну, как бы, ошибочно. Мы так написали, что у кого нет денег, купят копию. Вы знаете, что копию покупают те, у кого есть деньги. Представляете? Я могу только ювелирку купить, не новую. Ну, тут, знаете, все кто, кто как, кто во что. Здравствуйте. Скорее всего, где-то настроение есть. Просто я себя поймала, вот, говорю, на том, что и цвет лица хоть зеленоватый у меня в жизни. Мне реально, мне кажется, что как будто, как будто мне нехорошо. Вот. И голова побаливает. И нет таблетки. Я бы очень хотела выпить таблеточку. Ну, у меня ее нету. А очень сильно хочется. Вот. Надо на чистку сходить. Сейчас осень начинается. Пилинги надо делать. Надо что, какую-то шляпу сделать с омоложением. Как уговорила мужа на ремонт. Да ну, это же не глобальный ремонт. Это же потихонечку. То есть сначала одну комнату сделаем, потом вторую сделаем. Картинка, какой супчик хочешь сварить? Свой, стандартный, с фрикадельечками, сыночкин любимый. Он его очень сильно любит. Он называется с котлетками супчик. С фрикадельками, с котлетками. Просто если дорогая сумка в хорошем стоянии, тебе ее не продадут за полцены или меньше. А за почти полную цену лучше купить в бутике. Ну, я согласна тут с вами. Как бы, ну, здесь бывает, я знаю, слышала, когда... Ну, я так, мне так не везло, к сожалению. Знаю, что бывает ситуации финансовые, допустим, у человека меняется, да, у девушки. Как с мужем познакомилась, в фитнесе, где работала. Вот, то есть когда у человека финансовое состояние меняется, статус, да, там, или как там, финансовое положение меняется. И бывает, что, ну, девочки начинают все распродавать, допустим, то, что им там надарено или еще что-то. И нужно срочно-срочно деньги, ибо не на что жить. Я считаю, что... Ну, я так никогда... Хотя, блядь, никогда не говори никогда. Но я, допустим, никогда не буду... Вот опять никогда. То есть я считаю, что я не буду продавать вещи, даже если что-то поменяется в моей жизни. Я не буду, я не побегу продавать там какие-то свои дорогие украшения там за бесценок. Вот, но я как бы вела все к тому, что знаю случаи, когда девочки продают за очень дешево, просто потому, что им, ну, не на что есть, а работать мы идти не хотим. Вот, и начинают продавать за очень, ну, недорого вещи свои. Вот. И тут вот, как бы, если кто-то знает это, да, там, допустим, знакомые, незнакомые, начинают покупать за по-хорошей цене. Вот, все. Ох, я к этому вела. Криза так и есть. У меня знакомая с деньгами, но при этом покупает обувь оригинала, сумки и футболку копию. И ходит задротым носом. Хотя футболкой видно, что паленка, ее даже в коллекции нет. Ну, тут, конечно, мне кажется, можно как-то похитрить что-либо, хотя бы посмотреть, есть такая в оригинале или нет. Вот. Своё мнение я уже говорила неоднократно, что я спокойно отношусь к копиям. И если это хорошая копия, и если она там, ну, вообще там, комар нос не поточит, то я сама могу одеть, и вы даже никогда не поймёте, копия это или не копия, понимаете? Вот. И у нас просто есть такая девушка в Самаре, которая очень богатая, очень богатая. Но миксует. Ну, я причём знаю не потому, что я по ней это увидела, а потому, что я просто знаю через, ну, знакомых там. Вот. И не осуждаюсь совершенно, потому что это нормально, это деньги человека, и он прекрасно понимает, что он может купить себе эту вещь оригинальную, но зачем, допустим, им ей вот этот, ну, блин, тратить, типа, деньги, когда она, ну, в общем, сезонная футболка, да, стоит там, ну, 60-70 тысяч рублей. Ну, вот она, и вот очень хочется, вот эту футболку. Но ты понимаешь, что тебе её потом, ты её просто, ну, продашь там, или за меньше, чем половину, или вообще там не продашь, или там, не знаю. Короче, поняли, да? Но я в том плане, что, говорю, если девушка, допустим, едет на Порше, или там на Мерседесе, на Лексусе, не знаю, на хорошей машине, и у неё там часы хорошие, ещё что-то там хорошее, я не знаю, там, сумки хорошие, и обувь хорошая, там, ну, и вы не подумайте, что на ней вот эта вот одна футболка может быть ненастоящая. Ну, вы просто не подумайте об этом. Вот и всё. Поэтому это всё условно, это всё вещи, и зацикливаться на этом, я считаю, что нет смысла. Хочется – покупай, не хочется – не покупай, всё. Вообще никого не должно трахать, в чём ты ходишь. В оригинале, не в оригинале, в копии, не в копии, там, дорогих брендах, недорогих брендах. Это всё дело личное каждого человека. Если ты это презираешь, ты просто не покупай и не носи тогда, и всё. Но ты не имеешь права выговаривать что-то там за человека другого. Это же его дело. Вот, да-да, мой знакомый распродавался самой дорогой, когда настала жопа. Вот. Крис, какой фирма у тебя расчёска удобная? А я не знаю даже, это какая-то расчёска. Мне кажется, у неё даже нет фирмы, мне кажется, это какая-то, возможно, китайская расчёска. Я даже не знаю, может быть, просто где-то купленная в каком-то магазине, просто чтобы расчесаться. Так, я вообще не разбираюсь, где палёнка, где нет. Ну, тут. Ну, вот, да, такая футболка Живанши стоит 450 евро, оригинал, а в Турции копия качественная стоит 60-70 евро. Ну, вот, да, то есть, как бы, я говорю, дело каждого. Вот, я не, ну, как бы, я не располагаю прям такими деньгами, чтобы ходить и покупать, допустим, все новые коллекции постоянно. Я не говорю, что я этого не хочу. Я хочу, допустим, да, но у меня нет, допустим, возможности всё скупать. То есть, вот мы, допустим, были вот в Париже, так как мы были уже долго за границей, и всё это очень дорого. Все эти перелёты, отели, жить и кушать там. Там ещё, конечно же, мне хочется же купить какие-то подарки. То есть, это всё очень дорого. Вот, и потом мы уже в Париже последний раз, когда были, мы заезжали в Аутлет, и я в Аутлете купила вот этот костюм спортивный. Да, он оригинальный, но он Аутлетный. Я не вижу ничего в этом, блядь, плохого или зазорного. Да, настоящее там. Я, конечно, не помню. Знаете, я что хочу сказать? Кстати, когда мы там вот были, покупали, там же, ну, сумма же в евро. И, кажется, 60-70 евро. Ну, образно просто. Я не помню, сколько стоит. И, кажется, это так мало. А потом, когда ты считаешь рубли, думаешь, сумма-то всё равно набегает, короче. Ладно, всё. Я с вами поболтала. Мне нужно идти за сыном. Вот уже потому, что через 4 минуты у него закончится тренировка. А вот ещё кто-то ещё думал. Большее количество населения носит вообще не бренда, а масс-маркет. И в этом нет ничего зазорного. По доходам и тратам. Конечно. К тому же, я, допустим, знаю... Это чуть-чуть продолжу. Девчонок, который тоже очень богатый, но также носит масс-маркет. Ну, потому что, ну... Если ты очень богатый, это же не значит, что нужно ходить только в брендах, да? Ой, перо на мне. Чего никто не сказал, что у меня здесь перо на кофте? Даже не могу его убрать. Вот. Ладно, всё. Всех обнимаю, всех целую. Блин, ладно. Не мог убить меня. Это кто против? Мне вообще кажется не очень красиво, когда с ног до головы одни бренды. Да, мне кажется, должна быть какая-то такая... Ну, типа золотая середина. Опять же, это только мне так кажется. Может быть, кто-то считает, что нужно быть полностью там в Луи Виттоне. Прям всё вот в этих лейблах. Там Луи Виттон, Луи Виттон, Луи Виттон. Мне сразу в голову Филип приходит. Филипп Киркоров. Потому что любит так одеться. Версачи, так, блядь, тотал Версачи. Там Луи Виттон, так полностью Луи Виттон. И всё вот в этих вот... Как они называются? Вот это вот ЛВ. Аббревиатурка от этого. Логотип, логотип. И всё в логотипе, чтобы было видно. Здесь дело каждого, говорю. Это всё, вообще, всё условно. К этому просто прийти надо. Всё. Всем пока. Надеюсь, я скоро приеду домой и выпью таблетку. Потому что иначе я саду с ума. Вот. Всем хорошего дня. Если у вас хорошая погода, хорошо. Если у вас плохая погода, как у нас, не расстраивайтесь. Скоро Новый год. Всё. Пока-пока. Субтитры подогнал-кátal. Субтитры подогнал «Симон»! Всё. Всё. Всё.